Тем временем на одном из крупных рынков столицы пренебрегают мерами безопасности. Нарушения выявили представители общественного контроля. С сегодняшнего дня они начали проверять работу бизнес-объектов на соблюдение санитарных норм. В рейд с ними отправилась и моя коллега Ирина Панфилова. Сейчас она выходит с нами на прямую связь. Ирина, добрый вечер. Каковы итоги рейда? Нарушений много? Вера, приветствую. Для нас с тобой он добрый, а для кого-то он будет явно не добрый. Потому что кого-то ждут, видимо, наказания. Я хочу отметить, что нарушений очень много. И даже мы их увидели, не дожидаясь еще в мониторинговой группе. Потому что самое главное и первое, что бросается в глаза, это нарушение масочного режима. Вот многие нарушают его. Вот от слова совсем нет масок у людей. Они заходят, им говорят на входе представителей рынка наденьте, но люди спокойно проходят дальше. Есть те, у кого маска есть, но ее носят неправильно. Сейчас покажу. Либо вот так. Так делают и продавцы, к слову. Есть те, кто носит вот так на подбородке. Я напомню, что это нарушение, тем более в местах большого скопления людей. Затем, что я хочу отметить. Есть и другие нарушения. И сейчас я предлагаю послушать, что говорили представители мониторинговой группы о них. Не соблюдена дистанция. То есть 2 метра должно быть между всеми покупателями. Честно говоря, меня насторожило вот что. Вот вы наглядно можете посмотреть, в бутылке Тосай какая-то жидкость. То есть непонятно, что это. Минералка, хлорка или может быть спирт, который может вам вообще, я не знаю, вызвать аллергию, да, предположим, при обработке. Заполняемость рынка должна быть не более 30%. Однако мы видим наглядную картину, что плотность в данный момент составляет достаточно большое количество покупателей. По постановлению главного санитарного врача города Нур-Султан, в 5 часов рынки должны быть закрыты. Однако никто не собирается отсюда уходить, закругляться. Ну вот, к слову, рынок действительно продолжает работать. С одной стороны, понятно, предприниматели хотят как можно больше заработать. Люди выходят, заходят новые туда. Вот торговля продолжается. При этом я хотела бы сказать, что представители общественного контроля готовы все свои претензии высказать напрямую хозяевам этого объекта. Но вот сколько мы здесь времени уже находимся, до сих пор никто из администрации не появился. Некому задать вопросы, почему не соблюдается ни масочный режим, ни дистанция, ничего. Вера, если есть какие-то вопросы, могу ответить. Да, Ира, вообще какие-то меры принимают и к нарушителям? Ну, как-то вы просто фиксируете, отдаете потом данные куда-то в органы или кто штрафует их, кто. Как в итоге бороться с этим? Да, Вера, Вера поняла. Да, действительно, у представителей общественного контроля у них есть такие полномочия, чтобы что-то фотографировать, снимать, чтобы были доказательства, чтобы ничего не было голословно. Но штрафовать они не могут. Они могут подойти, сказать, вот у вас такие-то ошибки, их нужно устранить. Но говорю, вот в данном случае на этом объекте, на центральном рынке никто из администрации не вышел, поэтому сказать было некому. Поэтому все вот эти нарушения представители мониторинговой группы, они их скомпонуют, передадут в соответствующие органы, в данном случае к санитарным врачам, и те уже будут принимать меры. Те уже могут оштрафовать или провести какую-то, не знаю, воспитательную, так сказать, работу. В целом я хочу напомнить, что с сегодняшнего дня вот такие вот мониторинги, они проходят во всех регионах Казахстана, проверяют объекты торговли, где есть массовое скопление людей. И вот в этих общественных контроле, в группах в этих, там волонтеры, это юристы, представители других профессий, и их по Казахстану более трехсот. Спасибо большое. На этом все. Ну, я думаю, тут штрафовать. Может быть, какая-то еще нужная информация. Да, хорошо. Тут если штрафовать или не штрафовать, я думаю, толку не будет. Наверное, только нужна какая-то гражданская ответственность, должна быть у каждого человека. Иначе, ну, нас просто опять посадят всех на карантин. Ну да, пока ее нет, как мы видим. Спасибо большое. Ирина Панфилова отправилась в РЭД вместе с представителями общественного контроля, проверяли сегодня рынки столицы. Из военного госпиталя в Алматы выписали последнего пациента, поборовшего коронавирус. Это 59-летняя Галина Жукова. Отмечу, что в общей сложности в медицинском учреждении пролечили около 800 человек, в том числе и военнослужащих. Почти у половины заразившихся болезнь протекала в тяжелой форме. У большинства пациентов было несколько сопутствующих заболеваний.